Всем привет! Это Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристика. Историческое событие, господа. Галенкин полез разбираться с железобетоном. Те, кто давно меня знает и следит за проектом, наверное, подумали, что я заболел. Потому что я всегда только про металл рассказывал и вообще говорил, что железобетон – это вообще не моя тема. А тут на тебе и целый видос про железобетон. Что случилось? Нет, друзья, со мной все окей, я не заболел, не сошел с ума. И тому, что я полез в железобетон, есть простое объяснение. Во-первых, давно пора, потому что инженер должен быть разносторонне развит и нужно пытаться в равной степени владеть всеми дисциплинами. Во-вторых, тема касается устойчивости. А как вы знаете, где устойчивость, там и я. Моя любимая тема. Ну и в-третьих, по моей информации, тема расчетных глин железобетонных колонн – это одна из тайн наших норм по железобетону. И из-за того, что люди не могут понять, откуда взяты те значения расчетных глин, которые даны в СП, они опасаются их применять, эти значения, и из-за этого упускают возможность существенной экономии. Ну окей, давайте начинать со всем этим разбираться. Итак, начнем с очевиднейшего вопроса. Какая еще нафиг устойчивость для железобетонных колонн? Какие еще расчетные длины? Вы посмотрите, какие они огромные. Нет там никакой устойчивости. И правда, очень трудно себе представить, как вот такая мега мощная колонна может потерять устойчивость. Ее гибкость очень мала. И действительно, существенная часть железобетонных конструкций выглядит похожим образом. Паркинги, торговые центры, офисные здания, жилье. Но это далеко не всегда так. Бывают и вот такие случаи, когда колонны по гибкости могут сравниться с остальными колоннами, даже с железобетонными. И такое чаще всего встречается в промышленном строительстве, в одноэтажных промышленных зданиях, в которых вертикальная нагрузка на колонну не очень большая. В таких зданиях колонны чаще всего сборные, то есть предварительно изготовленные железобетонные элементы. Хотя бывают кейсы и монолитных колонн, наверное, вот таких тонких. Но проблемы с устойчивостью каркаса изоматуры, установкой опалки, бетонирование, тут дадут о себе знать обязательно. То есть их будет куча. Так что в большинстве случаев это все-таки сборняк. И сборняк может быть вот таким тонким, таким вот гибким, как вы здесь видите. Ну окей, давайте освежим в памяти, что такое устойчивость вообще. В чем там проблема? Вот допустим, у вас есть некая колонна. И она суперсимметричная и нагружена идеально по центру. Эдакий сферический конь в вакууме. Тогда, чтобы проверить ее несущую способность, вы просто сравниваете действующую нагрузку P с предельной нагрузкой для колонны по условию ее прочности. Предельную нагрузку, кстати, очень просто. Нужно умножить прочность материала на его площадь. И все. В общем, в идеальном мире все просто. А теперь выходим в реальный мир, где не существует ничего идеально симметричного и центрально нагруженного. Все эти несовершенства можно свести к эксцентриситету приложения нагрузки колонны. Вот E0. И нам нужно, опять же, проверить несущую способность нашей колонны. То есть теперь колонна у нас нагружена силой P, которая приложена с эксцентриситетом E0, как вот здесь видите на картинке. Что произойдет, если мы нагрузим колонну с эксцентриситетом? Это равносильно тому, что мы приложили на концах колонны момент, равный P на E0. То есть вот эта картинка, где сила приложена с эксцентриситетом E0, она равна эквивалентно вот такой картинке, где сила приложена P по центру, но добавляется еще момент, равный P на вот этот эксцентриситет E0. И как нам теперь обеспечить прочность такой колонны? Да очень просто. Нам нужно убедиться, что при совместном действии силы P и момента PE, PE0, у нас прочность обеспечена. То есть значение силы и момента не превышают их предельные значения по условию прочности. То есть сочетание силы и момента не превышает предельного сочетания силы и момента по условию прочности. Все это, конечно, классно, но мы кое про что забыли. В реальном мире так не бывает. В реальном мире колонна-то под действием такого момента изогнется и получит прогиб в центре. И момент в центре колонны уже будет не просто P на E0, а он будет равен чему? Будет равен P умножить на E0 плюс вот это дельта, то есть прогиб колонны. И нам на самом деле, нам надо проверить прочность колонны с учетом именно этого момента, который больше, чем P на E0. Окей, посложнее, но вроде не так страшно. Да, согласитесь. Но вот в чем проблема. Дельта, которую мы получили, это прогиб от какого момента? От момента P на E0. Если до конца колонны действует в момент P на E0, то колонна прогибается на дельта. Но у нас-то теперь момент в центре колонны какой? Он другой, он P умножить на E0 плюс дельта. А значит прогиб увеличится, и соответственно дельта будет больше, она увеличится. А если увеличится дельта, то и момент увеличится, что опять вызовет увеличение дельта. И так по кругу. Это называется эффект деформированной схемы или геометрической нелинейности. То есть когда мы при расчете учитываем влияние деформации конструкции на напряженно-деформированное состояние конструкции. И вот это на самом деле и есть устойчивость. Если у вас вот этот процесс взаимного увеличения момента и деформации, он не затухает, а наоборот с каждым шагом изменение деформации все больше и больше, и изменение момента все больше и больше. Значит конструкция теряет устойчивость, потому что нельзя найти для нее равновесие. Оно не выполняется с учетом деформированной схемы. А если изменение перемещения и моменты затухают постепенно и приходят к какому-то финальному значению, при котором обеспечено равновесие, значит устойчивость обеспечена. Вот и вся сказка про белого бычка. Вот и вся сказка про устойчивость. Расчет на устойчивость это просто расчет с учетом деформированной схемы, с учетом геометрической нелинейности. То есть рассчитав вашу конструкцию на усилия, полученные из расчета по деформированной схеме, вы тем самым обеспечиваете ее устойчивость. Более досконально я разбираю вопрос связи устойчивости и геометрической нелинейности в лекциях по устойчивости и нелинейности на нашем YouTube канале. Так что можете их посмотреть. В общем, главное, что здесь нужно понять, это то, что расчет на устойчивость равно расчет по деформированной схеме. Давайте теперь поговорим о том, какие есть методы расчета по деформированной схеме. Ну или можно назвать это методом учета эффекта деформированной схемы. Да, одно и то же. В глобальном смысле есть два метода. Это прямой учет деформированной схемы, да, ну и очевидно косвенный учет деформированной схемы. В первом случае, очевидно, вы учитываете эффект деформированной схемы напрямую, то есть просто выполняете расчет конструкции с учетом геометрической нелинейности, с учетом деформированной схемы. В расчетной модели задаете такой расчет и получаете результаты. Проще простого. В большинстве современных программах метода конечных элементов это делается одной кнопкой, без всякого геморроя. Ну, кроме отечественных, конечно, да, там, чтобы задать нелинейный расчет, надо 7 кругов ада пройти, и поэтому все у нас обычно боятся нелинейного расчета, хотя на самом деле это очень простая вещь. В том, что это очень просто и во всем мире так считают, можно убедиться, опять же, посмотрев мои видео по нелинейности. И также в курсах по расчетам многоэтажного офисного здания и большепролетного промышленного здания мы на практике убеждаемся, что это все очень просто. Окей. В общем, в прямом методе вы прямо из расчетной модели получаете усилия в конструкции. Ну, в частности, момент, да, с учетом деформированной схемы, и уже на этот момент проверяете вашу конструкцию на прочность. Если все окей, значит, тем самым вы обеспечили устойчивость вашей конструкции. Хорошо. А что же за косвенный метод? Это метод для тех, кто не хочет или не может выполнять расчет по деформированной схеме в программах метода конечных элементов. В этом методе вы выполняете расчет без учета геометрической нелинейности, то есть без учета деформированной схемы, то есть просто линейный расчет делаете. Получаете усилия в конструкции, да, в частности, момент из вот этого расчета без учета всяких нелинейностей. И этот момент, да, очевидно меньше, чем момент из расчета с учетом деформированной схемы. Так вот, чтобы это исправить, вы берете и домножаете ваш момент, полученный из расчета без учета всяких нелинейностей, на некий коэффициент, да, на некий коэффициент, который увеличивает ваш момент так, чтобы он совпал с моментом, который был бы получен, если бы мы напрямую посчитали по деформированной схеме. То есть вы учитываете эффекты деформированной схемы косвенно, да, путем корректировки расчета без учета деформированной схемы с помощью некоторого коэффициента. И вот в этом методе весь вопрос в том, как же определять этот самый коэффициент, как его считать. С этим мы разберемся обязательно, но сначала заглянем в СП-63, да, посмотрим, что он нам говорит по расчету железетонных колонн на устойчивость. Как ни странно, СП не называет устойчивость устойчивостью напрямую, да, то есть он не говорит, что нужно считать элементы на устойчивость, как, например, сказано в СП-16, где есть прям специальная форма для этого. СП-63 говорит, что нецентренные сжатые стержни нужно считать с учетом влияния прогиба элемента на его несущую способность путем расчета по деформированной схеме. То есть вместо того, чтобы говорить, да, нужно проверять на устойчивость, СП-63 говорит, нужно считать по деформированной схеме, да, а как мы выяснили, это одно и то же, да, потому что устойчивость, я сказал, что это равно расчет по деформированной схеме, проверка на устойчивость равно расчет по деформированной схеме. То есть, СП-63 говорит напрямую про причины потери устойчивости. Отсутствие равновесия при расчете по деформированной схеме. Вам говорят, что нужно убедиться, что оно есть, это равновесие есть, и что прочность при этом обеспечена. В общем, этой фразой СП-63 просит нас применять прямой метод. То есть, прямой расчет с учетом геометрической нелинейности. Расчет по деформированной схеме. Но если мы посмотрим, что там дальше в этом пункте написано, то увидим, что СП разрешает считать по недеформированной схеме. То есть, без учета геометрической нелинейности. Но при этом умножать полученный момент на коэффициент это. А это не что иное, как косвенный метод, который мы только что рассмотрели. То есть, СП-63, по сути, дает нам возможность выбрать из двух методов расчета по деформированной схеме. Прямой и косвенной. То есть, тот, про который мы тоже говорили до этого. То есть, мы говорили, что есть прямой, есть косвенный. Вот СП нам и дает выбрать из этих двух методов. А теперь я прошу поднять руки тех, кто считает ПСП и использует первый метод, прямой метод. Я уверен, что у 95% людей рука даже не дернется. А если вы все-таки подняли руку, то, пожалуйста, напишите мне. Расскажите, как вы это делаете. И я мужественно пожму вам эту руку. Хоть и виртуально. В общем, я не знаю людей, которые считают по СП-63 и используют прямой метод. Все, кого я знаю, пользуются вторым методом, косвенным. И в этом методе СП-63 говорит, что эффекты деформированной схемы нужно учитывать путем домножения момента из линейного расчета на коэффициент это. И дает формулу, как этот самый коэффициент считать. И выглядит эта формула вот таким вот образом. Это равно 1 поделить на 1 минус n поделить на n критическое. А n критическое – это критическая нагрузка. То есть это наша классическая эйлеровская критическая сила. То есть критическая сила для упругого сжатого стержня, шарнирно-опертого. Она равна π квадрат на жесткость и делить на расчетную длину в квадрате. D, вот это D, это как раз таки жесткость. Жесткость нашей колонны, про которую мы еще чуть позже поговорим. А сейчас нас интересует расчетная длина все-таки. Потому что все-таки заявлено было, что мы будем говорить о расчетных длинах. Вот для нас это самое интересное. Чему равна расчетная длина? Она равна геометрической длине, умноженной на коэффициент расчетной длины, который я обозначаю как k. У нас все привыкли видеть обозначение коэффициента расчета длины μ, но я вот использую k, k, как в американских нормах. Ну уж простите, я привык, мне почему-то это больше подходит. Я не знаю почему. Но вот k – коэффициент расчета длины k. Запомните, я всегда обозначаю именно так. Просто знайте, k – это μ. Итак, что мы здесь видим? А то, что чем больше k, тем меньше критическая нагрузка. А чем меньше критическая нагрузка, тем больше коэффициент это. Причем зависимость ни разу не линейная. При увеличении k это растет гораздо быстрее. Вспомним, что такое это. Это – это коэффициент косвенно у отчета деформированной схемы. То есть умножив на него момент, полученный из линейного расчета, мы получим с определенной долей точности момент, который мы бы получили, посчитав по деформированной схеме напрямую. И уже на этот полученный момент мы должны проверить свою колонну. В общем, резюме такое. Момент с учетом эффектов деформированной схемы зависит от это, которое, в свою очередь, зависит от k – коэффициент расчета длины. Чем больше k, тем больше момент, и тем больше нам нужны арматуры. Вот такая вот задачка. Давайте проверим, насколько сильно влияет k, коэффициент расчета длины, на армирование. Рассмотрим вот такую консольную колонну. Высота 5 метров, сечение 300 на 300, бетон B30, арматура A500S, ну и просто A500, и расстояние от грани бетона до центра тяжести арматуры по 50 мм в каждую сторону, с каждой стороны, с каждой гранью. На колонну действует полная расчетная вертикальная нагрузка 700 кН, из которых 420 кН – это длительная часть, а 280 – это кратковременная. И также действует поперечная нагрузка 8,4 кН, которая является кратковременной, как и все поперечные нагрузки в большинстве случаев. Вот это деление на длительное и кратковременное нужно для определения жесткости колонны, для расчета критической нагрузки. Вы знаете, что в железобетоне есть всякие такие веселые эффекты, как ползучесть, которые зависят от длительности действия нагрузки. И это надо как-то учитывать. Это учитывается коэффициентами всякими, зависящими от соотношения длительной и кратковременной части нагрузки при определении жесткости D, которая нужна для определения кратковременной нагрузки. Но там ничего нет сложного, просто формулу подставляя и все. Не будем на этом останавливаться пока что. Не будем. Окей. Подбираем армирование для нашей колонны по SP63. Расчетная схема у нас консоль. А мы с вами из сопромата и строймеха знаем, что для консоли расчетная длина равна 2. Но тут не может быть иных никаких вариантов. Поэтому при определении этого будем использовать коэффициент расчетной длины 2. И если мы пройдем по процедуре расчета в нецентре сжатых элементов по SP63, то получим, что для обеспечения прочности такой колонны нам требуется аж 4,32 стержня. И общая площадь армирования будет равна 32,17 см квадратных. Это достаточно мощное армирование у нас получилось. При этом коэффициент это у нас будет равен 4,227. Что это значит? А то, что настоящий момент в колонне равен 178 км. В то время как в расчетной модели, посчитав без учета деформированной схемы, мы будем видеть сколько? Будем видеть 42. То есть 4,227 раза меньше. Это огромное отличие. То есть по моменту вы ошибаетесь аж 4 раза, если просто берете момент из линейного расчета. То есть для такой колонны у нас очень большое влияние имеет эффект реформированной схемы. Она очень гибкая. Окей, а что если мы с вами двоечники и не помним сапаромат из трой меха и посчитаем, что у нас коэффициент расчет длины для такой колонны равен 1,5? Тогда мы получим, что требуемая площадь арматуры уже гораздо меньше. Больше чем в 2 раза меньше. 15,21, 4,22 стержня. И это у нас в таком случае уже 2,364, что почти в 2 раза меньше, чем в случае с К равно 2. То есть видим, что уменьшив расчетную длину на 25%, мы на 53% снизили площадь армирования. Нехило так, согласитесь. Так вот, весь вопрос в том, можно ли как-то уменьшить расчетную длину. Ну, вы скажете, что за тупейший вопрос? Для такой колонны, очевидно, нет. Тут 2. Я с вами полностью соглашусь. Но это, как вы понимаете, идеальный случай. Реальные колонны – это не отдельно стоящие консоли. Они всегда идут в составе каркаса. А там уже ситуация совсем иная. Там с расчетными длинами не все так очевидно. Может, СП-63 все-таки говорит про что-то про то, какие расчетные длины брать для колонн в составе каркаса. Давайте посмотрим. И да, он это говорит в пункте 8.1.17. Самый первый абзац этого пункта говорит, что расчетные длины надо определять с учетом деформированного состояния элемента при наиболее невыгодном расположении нагрузки и с учетом неупругих деформаций, наличия трещин, фаз Луны и положения Меркурия в созвездии Стрельца. В общем, из этого абзаца вообще нифига не понятно, что от нас хотят, но, по крайней мере, мне непонятно. И опять же, покажите мне того, кто понимает, что это, умеет это делать и именно так и делает. Думаю, такие люди уникумы, но я точно не из этих людей. Но, хвала небесам, следующий абзац дает поблажку для таких, как я, для простого народа. Он говорит, что допускается вместо всей вот этой абракадабры в первом абзаце, принимая расчетную длину элемента, такую, как написано дальше. И тут сказано, что для шарнирно-опертых элементов расчетная длина равна 1 умножить на геометрическую длину. То есть коэффициент расчета длины равен 1. А для консольных жесткая заделка на одном конце он равен 2. Собственно, то же самое, что нам говорится про мат-стромех. Тут сюрпризов нет. А вот сюрпризы начинаются дальше. Потому что в пункте Г сказано, что для колонн с податливым шарнирным опиранием на одном конце и жесткой заделкой на другом коэффициент расчета длины равен 1.5. И в чем же тут интересность? Ну, пока непонятно. Давайте разбираться. Первое. Читаем. Еще раз внимательно этот пункт. Тут сказано, что для элементов с податливым шарнирным опиранием и в скобочках указано допускающим ограниченное смещение опоры. Вопрос первый. Все-таки какое предполагается закрепление? Вот такое податливое шарнирное? Ну, или другими словами, шарнирное с упругой поперечной опорой. Или вот такое шарнирное, допускающее ограниченное смещение? То есть, когда нет никакой упругости, но величина, на которую вверх колонны может уехать, она ограничена. Вот нифига не понятно. Написали, как будто специально хотели сделать максимально неоднозначно. Ну, потому что это абсолютно разные вещи написаны. Вот этот текст, податливый шарнирное опирание, и то, что в скобочках допускающее ограниченное смещение опоры. Для меня это абсолютно разные вещи. Ну, здравый смысл подсказывает, что все-таки имелось в виду упругая линейная опора. Вот эта пружинка. То есть, вот такая схема, когда снизу у вас заделка, а вверху шардир, но с поперечной пружинкой, обладающей некоторой жесткостью ЦН. И нам говорят, что для вот такого случая коэффициент расчета длины можно смело брать равным полутора. Ну, очевидно, что коэффициент расчета длины зависит от жесткости вот этой пружинки ЦН. Если ее жесткость равна нулю, нет пружинки, да, то это консоль, и коэффициент расчета длины равен двойке. Если пружинка абсолютно жесткая, то это 0,7, да, потому что это заделка внизу, шардир внизу, это 0,7. А вот если жесткость пружинки будет равна вот такой величине, да, 2,25, EI на L куб, где EI – это жесткость нашей колонны, и L – это ее длина, то коэффициент расчета длины в таком случае, да, будет равен полтора. Только при такой жесткости пружинки. Только в этом случае коэффициент расчета длины будет равен полтора. Формулу для определения коэффициент расчета длины для стержней с супругими опорами можно найти в литературе, ну или в ESP294 в таблице 24. То есть, еще раз, только при такой жесткости пружинки можно принять коэффициент расчета длины равной полутора. А нам просто говорят, да, ESP63 просто говорят, не важно, какая жесткость СН, вообще забейте на это, коэффициент расчета длины равен полутора. Как так-то? Не может быть, какая-то ерунда, согласитесь? Ну ладно. Допустим, есть у этого какое-то обоснование, да, и коэффициент расчета длины равен все-таки полутора для такого случая. Но нам-то что с этого? Как это использовать? В общем, пока ничего не понятно и пользы никакой. Но осталось совсем чуть-чуть. Мы уже подошли к самому главному. Если мы откроем ESP355, очередной новый ESP, который является очередным старым советским пособием, которому мы присвоили номер и приписали буквечки ESP. Называется он вот так вот. Конструкции каркасной жезобетоны сборные одноэтажных зданий производственного назначения. То есть он как раз для тех зданий, в которых проблема гибких колонн стоит наиболее остро. Так вот, там есть такая табличка под номером 7.1, в которой сказано, что для зданий однопролетных, без мостовых кранов, коэффициент расчета длины колонн поперечной рамы равен полутора. То есть еще раз. Вот для такого случая, когда у вас колонны внизу защемлены в фундамент, а сверху шарнирно крепится ригель, коэффициент расчета длины равен полутора. То, что сверху шарнирно, крепится ригель, в явном виде в табличке не написано. Но если вы посмотрите весь документ, вы не найдете ни одного упоминания о жестком креплении ригеля и колонн. Это же сборный железобетон, там все опирания шарнирные. Это, кстати, также можно увидеть по всем схемам, которые даны в этом СП. То есть это само собой разумеющееся. Если это не так, то можете кинуть меня камень. Но я считаю, что это так. То есть, что сверху шарнир. То есть еще раз. Вот для такой рамы с заделками внизу и шарниром вверху вам говорят, что можно смело брать при расчете колонки с длины равной полутора. Вот согласитесь, вы бы никогда не взяли полтора в этом случае. Вы бы взяли два. Металлисты точно бы взяли два. Потому что совершенно непонятно, что здесь является пружинкой, которая в верхнем узле раскрепляет нашу колонну от поперечного смещения. Но вот этот СП, он вам четко говорит, полтора и все тут. Но это еще не весь прикол. Дальше СП говорит, что если у вас больше одного пролета, то вообще можете брать вместо двух кофе длины 1,2. Взрыв мозга просто. И СП совершенно четко в лоб говорит, что так можно делать. Причем, если мы еще посмотрим табличку, тут сказано, что в направлении вдоль здания, то есть для продольной рамы, если есть связи, то высотрачь длины равен 0,8. А если нет связи, то 1,2. Что соответственно многопролетная поперечная рамка. То есть видим, что двойки здесь вообще нет ни для каких случаев. Максимум, что у вас может быть, это полтора. Это когда один пролет. А когда много пролетов, это 1,2. Мы же помним с вами, какую нехилую экономию нам давала снижение расчета длины с двух до полутора. А тут аж до 1,2 разрешают. Тут вообще будет еще круче экономия. Ну прям очень хочется этим воспользоваться. Но проблема, как я уже говорил, здесь в том, что все боятся использовать расчеты длины, потому что совершенно непонятно, откуда они взялись. Ну как тут может быть полтора или 1,2, когда по всем параметрам должна быть двойка. Ну нет тут никаких пружинок, раскрепляющих верхние узлы колонн. Это абсолютно естественно, настороженно относиться к тому, что не можешь объяснить. Вот если бы было понимание, за счет чего все-таки обеспечиваются такие расчеты длины, то тогда можно было бы смело их применять и очень круто оптимизировать свои проекты. Ну и конечно же, как вы догадались, сейчас мы с вами и будем раскапывать это обоснование. Итак, мы пытаемся с вами определить, почему же коэффициент нашей длины для колонн в составе рам с шарнирным креплением ригеля меньше двух. Для одиночной колонны мы прекрасно знаем, что у нас двойка. Ее вверх ничего не раскрепляет. И чтобы было меньше двух, нам надо, чтобы все-таки ее что-то раскрепляло в верхнем узле. То есть должна быть какая-то пружинка в верхнем узле, обладающая жесткостью в поперечном направлении. Окей, вот допустим мы имеем двухпролетную раму и считаем, например, среднюю колонну. Эспенам говорит, что для этой колонны k равно 1,2. Кс. длины равен 1,2. Мы грамотные и понимаем, что для этого что-то должно раскреплять верхний узел этой колонны в поперечном направлении. Или, другим словами, должна быть какая-то пружинка в этом узле. Что может являться пружинкой для нашей средней колонны? Что сопротивляется поперечному смещению и верхнего узла, кроме самой колонны? Единственными элементами, которые могут этому сопротивляться, это все остальные колонны. В данном случае крайние. Больше просто некому. Значит, нужно искать объяснение расчетных длин указанных в СП в том, что колонны раскрепляют друг друга. В этом кроется ключ к разгадке тайны расчетных длин железобетонных колонн. Прежде чем двигаться дальше, я вам настоятельно рекомендую посмотреть мою вторую лекцию по устойчивости, в которой я объясняю и показываю, как вообще колонны могут друг друга раскреплять. И только после того, как вы это поняли, посмотрели эту лекцию и разобрались в этом, есть смысл двигаться дальше. Окей, я надеюсь, вы не пренебрегли моим советом и посмотрели видео по устойчивости и разобрались в том, как колонны могут друг друга раскреплять. Там ничего сложного нет. Едем дальше. Где мы можем найти формулы для коэффициента расчетных длин колонн со ставером с учетом взаимного раскрепления? Ну, конечно же, у тех, у кого устойчивость является просто основной темой. У металлистов ВСП-294. Там есть такая табличка 25, в которой дана схема для вычисления пречной жесткости пружинки в верхнем узле колонны, которую обеспечивает соседняя колонна. То есть, вот этой пружинкой является соседняя колонна. И она обеспечивает раскрепление своей жесткостью. Вот видим тут формул для ЦН. Видите, ЦН, которая зависит от жесткости собственно вот этой колонны соседней. ЕЕ1, 3ЕЕ1 поделить на Л1 в кубе. Это та поперечная жесткость, которая дает в верхнем узле вот эта коротенькая колонна для вот этой нашей большой колонны. И тут сказано, что берите вот эту ЦН и используйте ее в формуле 1 таблицы 24. А в таблице 24 уже одна формула для расчета длины для колонны с жестким защемлением внизу и податливой опорой вверху. Вот она, эта схема и вот эта формула для коэффициента μ, зависящая от N1, а N1 зависит от ЦН, то есть от жесткости вот этой пружинки. Вот так вот сложно. Если мы применим эту формулу к нашей средней колонне в составе рамы, то получим, что коэффициент расчета длины в этом случае равен 1,21. Ну, поразительно близко к 1,2, который нам дает SP355. может это оно и есть? Но тут есть одно просто гигантское но, про которое мы забыли. Мы с вами забыли про то, что соседние колонны тоже загружены. Вот этот коэффициент 1,21, полученный по этим формулам, справедлив только тогда, когда соседние колонны не загружены вообще, только в этом случае. Если крайние колонны будут загружены такой же силой, как и средняя, и будут иметь такое же сечение, то они не смогут раскреплять среднюю колонну, потому что им самим нужно нести свою нагрузку такую же, как и для средней колонны. И помочь средней колонне они уже никак не смогут. Это как раз таки я объяснял во второй лекции по устойчивости. И нам надо как-то с вот этим но разобраться, найти способ рассчитать коэффициент расчет длины с учетом загруженности соседних колонн. и мы сейчас с вами это будем делать. Итак, пытаемся вывести формулу для коэффициентов длины с учетом загруженности соседних колонн. Вот у нас есть такая рама, в которой все колонны по-разному загружены и все имеют разную жесткость. для такой рамы можно сказать следующее. Критическая нагрузка для такой рамы, то есть та нагрузка, которая завалит такую раму в бок, просто завалит ее, будет равна сумме критических нагрузок всех колонн этой рамы. То есть вы берете каждую колонну в отдельности, как будто соседних колонн нет вовсе, и считаете для каждой колонны критическую нагрузку с учетом закреплении ее концов. Причем еще раз подчеркиваю, что колонны рассматривайте отдельно, отдельно каждую, и закрепление концов без всяких пружинок поперечного направления, только на поворот. То есть если балки крепятся сверху снизу колонны жестко и обеспечат пробу защемления поворота, то мы это учитываем, потому что балки будут раскреплять и без наличия соседних колонн. А вот на раскрепление соседними колоннами мы в данном случае не смотрим. В общем, для отдельно рассматриваемой колонны мы определяем коэффициент длины, которую мы назовем КН2. И с ним мы определяем критическую силу для одной отдельной колонны в составе рам. И так делаем для каждой колонны в рамы и складываем все это. И таким образом получаем критическую силу для рам. Вот это равенство, что критическая силы для рамы равна сумме критических сил колонн без учета взаимного раскрепления это наблюдение из исследований. Что это равенство показывает? А то, что не важно как нагрузка распределена между колоннами. Это именно из-за эффектов взаимного раскрепления, про который я рассказывал в лекции про устойчивость. То есть этаж потеряет устойчивость только тогда, когда исчерпается весь резерв сопротивления устойчивости всех колонн без учета их помощи друг другу. То есть вы можете в раме всю нагрузку к одной колонне прикладывать и все равно она потеряет устойчивость рамы только тогда, когда эта нагрузка достигнет вот этой величины критической силы для рамы. Сумма критических сил для всех колонн. Если, конечно, при этом прочность и устойчивость этой отдельной колонны, которой вы нагрузку прикладывали, как несвободной, будет обеспечена. Но это опять же я говорил в лекции по устойчивости. Все про ту лекцию я все время напоминаю. Так что если смотрели еще, посмотрите, потому что может трудности быть в сосприятии. Так вот, критическую силу для нашей рамы можно выразить через КЗУ, коэффициент запаса устойчивости. Она будет равна КЗУ, лямбду, которую мы обозначили лямбдой, умножить на суммарную нагрузку на раму. То есть сумму нагрузок на все колонны рам. Сумма ПИТ. Отсюда КЗУ, да, критическая запаса устойчивости, лямбда, для нашей рамы, равно отношению критической нагрузки для рамы, да, которая равна сумме критических нагрузок для отдельных колонн, деленная на сумму нагрузок на все колонны рам. Окей, это выяснили. Мы выяснили, как можно определить критическую нагрузку для рамы в целом. Теперь идем с другой стороны, от отдельной колонны. Когда нагрузка достигнута критической для рамы, да, завалится вся рама. А это значит, что и каждая отдельная колонна завалится, да. То есть можно сказать, что для этой отдельной колонны тоже достигнута критическая нагрузка. И эта нагрузка будет равна лямбда, то есть КЗУ, умножить на действующую нагрузку в нашей колонне, да, если мы пропорционально все нагрузки во всех колоннах увеличиваем, да, на одной и той же величину все время, пропорционально. Таким образом, лямбда можно выразить и с другой стороны, да, как отношение критической нагрузки для колонны к действующей на нее нагрузке. И когда мы смотрим на одну отдельную колонну в составе этажа, мы в курсе, что соседняя колонна либо раскрепляет ее, либо наоборот паразитирует на ее устойчивости. В случае, когда раскрепляют, да, ее расчетная схема будет вот такая, да, вот такая. И вот такой колонны коэффициент расчета длины уже будет определяться той степенью раскрепления, которую дают соседние колонны, и которого мы не знаем. Но мы знаем, что критическая сила с учетом этого раскрепления будет равна вот такому значению, где единственное, что мы не знаем, это коэффициент 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 расчета длины с учетом раскрепления, или наоборот, дестабилизации с соседними колоннами. Как его найти? Как найти ко2? Да очень просто. Смотрите, мы же выразили лямбду через рассмотрение всего этажа и нашей отдельной колонны, а поэтому мы можем приравнять эти две лямбды, выраженные с двух сторон, приравнять и получить вот такое выражение. и уже отсюда можем выразить исходный, точнее не исходный, а искомый коэффициент ко2. Коэффициент расчетной длины с учетом взаимного раскрепления и колонн паразитов. Вот и все. И вот для него формула. Вот как он будет выглядеть. Формула для коэффициента ко2. А теперь давайте вспомним, с чему вы вообще стали это разбирать. А то, что мы хотели учесть степень загруженности колонн при определении коэффициента расчета длины. Так вот, красная, эта формула это и учитывает, потому что в ней мы учитываем насколько загружены все остальные колонны этажа и какой эффект это оказывает на нашу колонну, стабилизирующий или наоборот дестабилизирующий. И это выражается в значении коэффициента длины с учетом раскрепления с седними колоннами, которые мы обозвали К2. К2 коэффициент расчета длины с учетом загруженности седних колонн и разности жесткостей. То есть коэффициент учитывает все, то есть весь этаж. Давайте теперь посмотрим, как вот эта формула работает, что мы будем получать, потому что вывели, вывели, пока все-таки непонятно, пока не проверишь на примере, непонятно. Давайте смотреть. Если у нас в раме все колонны одинаковые и одинаково загружены, коэффициент К2 для отдельных колонн без учета взаимного скопения будет равен 2, потому что внизу заделка, а вверху шарнир без боковых раскреплений. То есть просто свободный конец. То есть тут ничего сложного нет. КН2 равно 2. Если мы для такой рамы посчитаем К2 с учетом взаимного раскрепления колонн, то получим, что он тоже равен 2, потому что в случае, когда все колонны загружены одинаково и у всех одинаковая жесткость, никто никого не раскрепляет, никто никого раскрепить не может. теперь рассмотрим случай, когда крайние колонны загружены в два раза меньше, чем средние. КН по-прежнему равен 2, так как для отдельной колонны ничего не поменялось. А вот К2 с учетом взаимного раскрепления колонн, мы уже получаем совсем другое. Мы получаем 1,633 за счет того, что крайние колонны менее загружены, но имеют такое же сечение. И за счет этого помогает нашей средней колонне. Ну и третий случай, если крайние колонны загружены в два раза больше, в два раза больше нагрузки, чем средние, то получим, что К2 равен 2,582, то есть больше 2. И это означает, что крайние колонны как бы паразитируют на устойчивости средней. то есть к средней получается требование больше. Окей, нас с вами интересует случай, интересует когда К меньше 2, вот этот левый случай. Тут у нас коэффициент длины с учетом взаимного скрепления колонн за счет вот этих разностей загруженности для средней колонны получился 1,633. Может быть это и предполагает СП, давая коэффициент длины меньше двойки. То есть может СП имеет ввиду, что у вас же всегда есть крайние колонны, которые по идее в 2 раза меньше загружены обычно. А раз так, то если они такого же сечения, то они раскрепляют и за счет этого можно брать для средней колонны длины 1,5 и меньше. Ну окей, давайте проверять. Для двухпролетной рамы такое сработает? Нет, потому что тут обе колонны загружены одинаково. Будут грузовой площади у них одинаковые. То есть СПшные по формуле для коэффициентной длины с учетом взаимного скрепления мы будем получать двойку. Окей, а трехпролетная? Тут у крайней грузовой площади в 2 раза меньше и, соответственно, загружены они в лучшем случае в 2 раза меньше. Прямо какая-то супер крутая рама. СП 355 нам говорит сколько? 1,2. А если по формуле для К2 мы получим 1,633. Опять не получается. А если у нас трехпролетная рама, то коэффициент расчетной длины опять же из СП 1,2. А К2 1,732. Он уже больше стал, чем для двухпролетной. Потому что крайние колонны уже должны помогать двум колоннам средним, а не одной. Поэтому их помощь в каждой колонне уже в 2 раза меньше будет. И, соответственно, это выливается в увеличенном коэффициенте К2. Сказывается на этом. Ну, окей. Давайте попробуем определить, насколько же должны загружены быть крайние колонны, чтобы для средней получить К2, который был равен 1,2. Очевидно, самый оптимистичный вариант мы получим рассматривать двухпролетную раму. Потому что чем больше пролетов, тем меньше степень раскрепления крайними колоннами. мы получаем, что для этого нужно, чтобы крайние колонны были загружены всего лишь на 4% от нагрузки средней колонны. Ну, сами понимаете, что это нереальная ситуация. В общем, что мы всем вот этим выяснили? А то, что обоснование коэффициента расчета длин меньше двойки для колонн в составе рам, которые даются в СП, точно не кроется в том, что крайние колонны рамы загружены меньше и тем самым раскрепляют остальные колонны. Но все-таки необходимые условия коэффициента расчета длины меньше двух остается, оно незыблемо. Это может быть только тогда, когда соседние колонны предоставляют раскрепление рассматриваемым. Так может быть расчет на то, что при одинаковой нагрузке все колонны кроме рассматриваемой просто физически жестче? Звучит бредово. Но давайте посмотрим, что будет, если колонны действительно будут жестче. Опять же, когда все одинаковое, мы тут помним, тут двойка. А если крайние колонны просто в два раза жестче или в два раза менее жестче при той же загруженности, то получаем то же, что и в случае, когда они были загружены в два раза меньше или в два раза больше. Мы видим, что когда они в два раза жестче, коэффициент расчет крайней колонны получаем, что коэффициент расчет длины равен 1,633. То есть, эквивалентно случаю, когда они были загружены в 2 раза меньше. А в случае, когда они в 2 раза менее жесткие, это эквивалент случаю, если бы они загружены были в 2 раза больше. Тоже коэффициент общей длины равен 2,582. Видимо, как в случае, когда они были загружены в 2 раза больше. На самом деле уменьшение сжимающей нагрузки это и есть увеличение жесткости. Это одно и то же. Поэтому в 2 раза менее загруженные крайние колонны такой же жесткости Как и средняя Дают такой же К2 Как и в два раза более жесткие колонны При той же нагрузке Ну и как видим, то же самое работает в другую сторону Когда крайние колонны загружены так же Но в два раза менее жесткие Мы получаем К2 Такой же, как если бы они были Такой же жесткости, но в два раза Более загружены Окей, все еще непонятно Зачем мы это делаем? Ведь очевидно же, что если все колонны одинаково загружены С чего бы это им быть Разной жесткости? Но погодите, скоро все станет ясно И пазл сложится Вернемся к нашей формуле для К2 Коэффициенты длины С учетом разной загруженности и разной жесткости Колонны рамы Мы рассматриваем случаи, когда все колонны Одинаково загружены А в таком случае можно вот эту громоздкую Формулу преобразовать Вот до такого простого вида Корень из соотношения Жесткости, рассматривая колонны К средней жесткости всех колонны Равен отношению коэффициенту расчета длины Этой колонны С учетом раскрепления соседними К2 К коэффициенту расчета длины Этой же колонны Без учета раскрепления соседними колоннами КН2 Ну и отсюда можно выразить Что К2 Равно КН2 Он на корень из ЕИ на ЕИ среднее А теперь давайте вот что сделаем Попробуем определить Насколько должны быть жестче крайние колонны Чтобы получить для средней колонны Коэффициенту расчета длины 1 и 2 Ну как в СП355 Число С Да, это вот видим Тут С красным выделено Это то Насколько должно быть Множитель к жесткости крайних колонн То есть насколько они должны быть Более жесткими То есть оно показывает Во сколько раз Должны быть крайние колонны Жестче, чем средние Из вот этой вот формулы Мы можем получить Да, вот этой формуле К2 равно КН2 На корень из ЕИ Отношение ЕИ Из этой формулы Мы можем получить Формулу для вот этого С Да Вот как она будет выглядеть Да И эта формула Да, она будет С От чего будет зависеть От КН2 От К2 Я рассматриваю колонны И количество колонн в раме Выводится она очень легко Да Вместо ЕИ среднее Просто подставляете ЕИ Плюс ЕИ на С И умноженное на Н-1 И все это делить на Н Потому что у нас Одна колонна с жесткостью ЕИ И Н-1 колонн С жесткостью СЕИ Да, и все Всего у нас Н колонн Среднее будет равна сумме Жесткостей Поделить на количество Ну и применяем Математику восьмого класса Из всего этого Да, выражаем отсюда С Получаем вот такую форму Ничего сложного Поверьте Даже я смог это сделать Вот Ну что Применяем эту формулу К первому Случаю Каким должно быть С Для двухпролетной рамы Чтобы получить К2 Для средней колонны Равным 1,2 Другими словами Во сколько раз Должны быть жестче Все остальные колонны Чтобы для рассматриваемой колонны Получить К2 Длины Равной 1,2 Получаем, что С равно 3,667 То есть Все остальные колонны Должны быть В 3,667 раза Жестче, чем средней Согласитесь Нехилая разница В жесткости И совершенно Непонятно Откуда же она возьмется Если у них Одинаковое сечение Ну пока не думаем Об этом Идем дальше Посмотрим Каким должно быть С Если мы хотим Чтобы у средней колонны Было К2 Равным 1,5 Получаем 2,167 Уже существенно меньше И это логично Беря коэффициент 1,5 Мы меньше Рассчитываем На помощь Соседних колонн И поэтому Требования По их жесткости Меньше Окей Теперь давайте Глянем Что там Для трехпролетной рамы Видим Что требования Уже меньше Но не сильно Меньше Чем на 10% Снизились Требования По жесткости Остальных колонн Ну и напоследок Глянем На двухпролетную раму Тут наоборот Все выросло Нехило Потому что Есть только Одна колонна Которая может Помочь Нашей рассматриванию Поэтому Требования К ее жесткости Больше Видим С гораздо больше Чем в этом случае Первом И вас наверное Уже бомбит Потому что Я так и не ответил На вопрос С какого перепугу Соседние колонны Окажутся жестче Чем та Которую мы рассматриваем Если они имеют Такое же сечение И так же загружены И более того Коэффициент Решение длины Из СП Применим ко всем Колоннам в раме А не только к одной Как одна колонна Может быть В одной ситуации Жестче Когда мы считаем Длины для другой колонны А в другой ситуации Когда мы длине И считаем Ка Менее жесткой Чем все остальные Бред какой-то Полнейший И вот сейчас Я наконец-таки Начну отвечать На этот вопрос Давайте посмотрим От чего зависит Жесткость Железобетонного элемента Вот у нас Наша внецентре Нажатая колонна И в ней Действует нормальная сила И момент От этой нормальной силы Как у нас Работает Железобетонное сечение При изгибе Сначала у нас Все хорошо И все работает Линейно Сжатие в бетоне Вверху И растяжение в бетоне Внизу И арматура Тоже внизу растянут Потом В один прекрасный момент Внизу Мы достигаем Расчетного сопротивления Бетонного растяжения И бетон разрывается И образуется трещина Грузим дальше И трещина растет Потому что Все в большей части сечения Мы достигаем Прочности бетона На растяжении Еще дальше грузим И в какой-то момент Достигаем Вверху Прочности бетонного сжатия В крайнем волокне Наиболее сжатом Видим Что тут Тупюра напряжения В бетоне Вжатом У нас уже Кривлинейный Потому что Бетон Сами знаете Нелинейный материал Но Мы можем Грузить дальше Потому что Бетон разрушается Не при достижении Предельных напряжений А при достижении Предельных деформаций То есть Его диаграмма Работы Имеет Имеет не спадающую ветвь В общем Если мы еще Подгрузим То в конце концов В пределе Увидим Вот такую Картину напряжения В сечении Напряжения В крайнем волокне Чуть упадут Но В этот момент В крайнем волокне Деформация Достигнет Предела Для бетона При сжатии И он Начнет разрушаться То есть Предельных деформаций Достигнут И Хорошо бы Чтобы в этот же момент Самый Потекла арматура Ну в идеале Раньше Конечно Для того Чтобы разрушение Было пластичным Ну ладно Это все в универе было Да Я подробно Про это говорил На первой лекции Времени линейности То есть Можете тоже посмотреть И вспомнить В общем Что мы тут видим А то Что момент Инерции Сечения У нас Постоянно Менялся По мере Роста нагрузки Из-за роста Трещины И смещения Нейтральной линии А во-вторых Мы видим Что модуль Прогости бетона Тоже менялся Из-за того Что материал Сам не линей Сам по себе В общем Жесткость сечения При изгибе У нас Менялась По мере Роста нагрузки Вот Как это Выглядит На графике Зависимости Угла Поворота Сечения От момента Жесткость Сечения На изгиб Это что Это угол Клона Этого графика И как видим И как видим Он меняется С ростом Нагрузки Жесткость Элемента При изгибе Не постоянна И она Зависит От момента Которая Для нашей колонны Зависит От сжимающей силы То есть Чем больше Нагрузка На Жезобетонную колонну Тем меньше Ее жесткость Это в дополнение К уменьшению Жесткости За счет Геометрической Нелинейности Которая Происходит Даже В том Случай Когда материалы Сечения Абсолютно Линейны И изотропы Это опять же Смотри Время Нелинейности Все Отсылка Туда Вот Будут Жесткости Всех колонн Одинаковые Если у них Одно Сечение И на них Действует Одна и та же Нагрузка Вот он Главный вопрос И мы Почти Вплотную Подошли К ответу На него Вы помните Вот такую Картинку Вот такой Вот график Этот график Называется Нормальным Распределением Случайной Величины По горизонтали Значение Этой величины А по вертикали Вероятность Ее появления Таким образом Наиболее Вероятное Значение Случайной Величины Это то Что в серединке Да Вот здесь В пике Именно Это значение Величины Имеет Наибольшую Вероятность Появления Прочность Бетона Это что такое Это тоже Случайная Величина И она Характеризуется Как раз таки Нормальным Распределением То есть Если мы Сделаем Кучу Тестов Бетона На сжатие То получим Вот такую Кривую Из-за Нормативного Распределения Мы берем Какое значение То что в пике Нет конечно Мы берем Вот это Значение Сильно Меньше Пика Мы берем Его таким Чтобы у него Была обеспеченность 0.95 0.95% 95% Или 0.95 То есть Вероятность Того что Фактическое Значение Прочности Бетона Будет Больше Чем Нормативное Будет Равна 0.95% 0.95% То есть В 95% Случаев Из 100 Прочность Бетона Будет Больше Чем Нормативная Но мы В расчет Берем Не нормативное А расчетное Значение Прочности Которое Еще Меньше А следовательно Вероятность Того что Фактическая Прочность Бетона Будет Больше Чем Расчетная Это Вероятность Больше Чем 95% И это Работает Как для Прочности Бетона На сжатие Так и На растяжение Еще Одним Фактором В пользу Более Высокой Фактической Прочности Бетона Это Эффект Конфаймента То есть Стеснение Поперечных Деформация За счет Поперечного Армирования Бетон Разрушается Прижатии Не от Сжатия А от Растяжения Поперечных Направлений А поперечка В колоннах Хомуты Они Стесняют Это растяжение И от Этого Прочность Бетона На сжатии Повышается То есть По факту Бетон В наших Конструкциях Будет Прочнее Чем Мы Рассчитываем Как На сжатие Так и На растяжение А раз Так То и График Зависимости Момент Угол Поворота Для сечения При фактической Прочности При РБ Он Будет Выше Чем График Для Расчетной Прочности Бетона РБ То есть График В зависимости М От Это Будет Выше При Фактической Прочности Чем При Расчетной Прочности Потому что Трещины Будут Образовываться Позже И Нелинейность Бетона Будет Проявляться Позже Чем При Расчетной Прочности А это Значит Что При Одном И Том Жем Моменте Жесткость Сечения С Фактическими Прочностями Бетона Будет Больше Чем Жестко Сечения С Расчетными Прочностями Бетона Еще Раз Фиксируем При Одном И Том Ж Сечении Элемента И При Одной И Той Ж Нагрузке Фактическая Прочность Железобетонного Элемента Более Чем В 95% Случаев Больше Чем Та Жесткость Элемента Которую Мы Используем Для Расчетов Вот Это Это Для Какого То Одного Элемента Отдельного Да А если Мы Рассматриваем Раму Где Колон Много Ситуация Другая Вероятность Того Что Все Элементы Рамы Будут Иметь Расчетную Жесткость Практически Равна Нулю Для Рамы Из Четырех Колон Это В худшем Случае 6 на 10 Минус Шестой Степени Ноль Короче Нереальная Ситуация Если Я правильно Посчитал 6 на 10 Минус Шестой Короче Ноль Это Нереально Паршивой Овцой Если Можете Стать Она Уже Более Вероятна Но Все Равно Это Очень Маленькая Вероятность Такого События И Нормы Как раз Таки Такую Ситуацию И Предполагают Они Говорят Что Достаточный Уровень Надежности Конструкции Будет Обеспечен Если Вы Будете Рассматривать Ситуацию В которой Какая-то Одна Колонна Будет Иметь Жесткость Ниже Чем У остальных То есть Расчетную Жесткость И Это Может Произойти Для Любой Колонны Но Не Для Всех Сразу Получается Что У вас В такой Ситуации Вашу Колонну Всегда Будет Раскреплять Другие Колонны Потому Что Их Жесткость Больше Чем У Вашей Рассматриваемой И Поэтому Коэффициент Расчет Длины Для Рассматриваемой Колонны Можно Брать С Расчетная Длина Для Колонны В СП 355 И СП 63 Меньше Чем По Строймеху И Сопромат Но Вы Скажете Брилятина Все Это Какие Вероятности В Нормах Этого Всего Не Написано Я Это Сам Все Придумал И Все Это Ерунда На самом деле Нет Придумал Это Не Я И Это Действительное Воснование Заложенное В Нормах И Знаю Тут Сказано Что Жесткость Д Жесткость Колонны Для Расчета Критической Силы И Соответственно Коэффициента Это Минимально Возможная Жесткость Которая Может быть То есть Меньше Быть Не Может В То Время Как Средняя Жесткость Всех Колонн Этажа Будет Существенно Больше Этой Жесткости Д Это Тоже Здесь Написано То есть Еще раз Что тут Сказано Тут Сказано Что Жесткости Всех Колонн Этажа Существенно Больше Жесткости Какой-то Одной Отдельно Рассматриваемой Колонны То есть В принципе Нам уже Вот этого Достаточно Это Подтверждает То Что Я Только Что Сказал На Прошлом Слайде Подтверждает То Что Коэффициенты Расчета Длины Меньше За счет Того Что Колонна На самом Деле Жестче Чем Мы Рассчитываем Но Погодите Тут Более Детальная Расшифровка Дается Тут То же Самое Что Мы Вводили До Этого Объясняется По-другому И Как Обычно Это У нас Принято Сложные Переходы Поддаются Как Абсолютно Очевидные Давайте Посмотрим Что Здесь Говорят Дальше Самое Главное Что Мы Поняли Объяснение Вот Оно Первое Жесткости Фактически Жесткости Колонн Больше Чем Мы Считаем На самом Деле Они Гораздо Жестче Итак Давайте Смотрим Что За Объяснение Тут Дается Дальше Про Расчетные Длины Для Этого Вспомним Что Мы Учитываем Коэффициентом Это Что Мы Учитываем Эффекты Деформированной Схемы То есть Влияние Перемещения Конструкции На Ее Напряженное Деформированное Состояние Ну Простыми Словами Влияние Поперечных Деформаций На величину Мамента В колоннах От продольной Силы Так Вот Тут Сказано Что Поперечное Перемещение Рамы Зависит Как раз Таки От Усредненной Жесткости Колон Всего Этажа А не От Жесткости Отдельно Взятой Колонны Вот Здесь Написано Можете Почитать В СП-63 Мы Считаем Это Которая Зависит От Д От Минимально Возможной Жесткости Таким Образом Мы Как будто Считаем Что все Колонны Этажа Имеют Такую Жесткость Минимальную Жесткость А на самом Деле Это Будет Зависеть От Средней Жесткости Всех Колон Этажа И она Будет Гораздо Меньше Чем Эта Посчитанная От Минимальной Жесткости Если Мы Брали Для Определения Это Среднюю Жесткость Колон Этажа То Считали Что Жесткость Каждой Колонны Равна Средней Жесткости Всех Колон Этажа То Это Б Значило Что Мы Не Могли Учитывать Что Колонны Раскрепляют Друг Друг Потому Что У них У всех Одинаковая Жесткость Равна Средней Жесткости И Тогда При Расчете Коэффициента Это Мы Должны Брать Коэффициент Расчета Длины Без Учета Помощи Колон Друг 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 То Есть К Н2 То Есть Наши Стандартные Сапраматово Строймеховские Расчетные Длины Короче Для защемления Внизу И шарнира Наверху Мы Бы Взяли Двойку Так Вот В этой Книжке Говорится Что Поскольку При Расчете Это Мы Берем Не Усредненную Жесткость Не Среднюю А Минимально Возможную Мы Должны Коэффициент Раскреплений Да То есть КН2 Уменьшить Умножением На корень Из отношения Минимальной Жесткости Д К средней Жесткости Колон Д Средней И вот Это Подается Как Совершенно Очевиднейший Факт Ребят Ну Я снимаю Шляпу Перед теми Кому Это очевидно Мне Вообще Ни разу Не очевидно Да Как будто У нас Каждый Второй День То есть Еще раз Тут Говорится Что Раз Мы Считаем Это От минимальной Жесткости А по факту Жесткость Колон Больше То и Это Фактическое Будет Меньше И Это Мы Учитываем Беря Меньше Коэффициент Расчета Длины Которая Учитывает Взаимное Раскрепление Колон А Получаем Это Коэффициент Расчета Длины Умножением КН2 То есть Коэффициент Расчета Длины Без Раскрепления На Корень Из отношения Жесткости Рассматриваем Колон То есть Минимально Возможны К средней Жесткости Колон Этажа И Вот Это Как раз Таки Та Формула Которую Мы Выявили Несколько Слайдов Назад Из Формулы Для К2 Помните Вот Формулы У нас Было К2 Равно КН2 Умноженное Вот Это Е И Среднее А Если Мы Переводим Это В Мю И В Д То Мю Равно Мю Звездочка Где Мю Звездочка Равно КН2 То есть Длины Для Колонны Без Учета Взаимовоскрепления Умноженное Отношение Жесткостей Колонны Минимально Возможной К Д Среднему Количеству Колонн Мы Вот Формулу Выводили С вами Достаточно Сложно Не Супер Сложно Но Вывели Короче Мы Возобрались Откуда Наберется Почему И как Она Получилась А тут Это Подается Как Совершенно Очевиднейший Факт Ну Ноу Кобинс Как Говорится Ну Ладно Самое Главное Что Тут Дальше Сказано Тут Сказано Вот В этой Книжке Что В пособии К СП А значит И в СП 63 Там ровно То же самое Написано Что и в пособии Коэффициент Расчета Длины Они Взяты Меньше Чем Построймехи Именно По вот Этим Всем Причинам То есть Именно Из-за Того Что Фактическая Жесткость Колон Больше Чем Та Что Вы Используете Для Расчета Это Вы Берете Меньший Коэффициент Расчета Длины То есть Вы Компенсируете Неучет Средней Жесткости При расчете Это Меньшим Коэффициентом Расчета Длины Вот Так То есть Я все Это Не придумал Это Реально То Что Лежит В основе Расчетных Длин ССП Ну Что До Истины Мы Докопались И Я Очень Надеюсь Что Вам Все Мои Объяснения Были Понятны И Вы Теперь Понимаете Откуда Взялись Расчеты Длины Указан В СП 63 И В СП 355 Ну А Теперь Давайте Все Это Дело Проверим Как Мы Это Будем Делать Для Начала Возьмем Вот Такую Раму Однопролетную Нагрузки Геометрия И Сечения Колонны Ровно Те Самые С Которых Мы Начинали Когда Одну Колонну Рассматриваем И Что Мы Будем С Этой Рамой Делать Как Мы Будем Проверять Пригодность Наших Расчетных Длин Из СП 63 И СП 355 Для Использования В Расчете Это Можно Делать Следующим Образом Мы Можем Подобрать Арматуру С Геометрической Нелинейности То есть Мы Прямо В модели Сдадим Сечение Колонн С нашим Подобранным Армированием Сдадим Законы Работы Для Бетона И Арматуры То есть Графики Зависимости Напряжения Деформации Так что Программа При расчете Напрямую Учитывала Изменения В работе Сечения Под нагрузкой За счет Образования Трещины Нелинейности Работы Бетона И Текучести Арматуры И При То Что Влияет На НДС Конструкции Мы Учтем Напрямую Это То Что Как раз Таки Требует От нас СП63 В самом Начале Там Сказано Что Вообще Всегда Нужно Считать Физическое Геометрическое Нелинейности Напрямую Но Если Вы По Каким Причинам Не Можете То Допускается Учитывать Это Косвенно С помощью Введения Коэффициентов Снижения Жесткости Вот Для Учетов Нелинейности И Введение Коэффициента Это При Расчете Деприк Колон Для Учета Геометрической Нелинейности В общем Мы Сейчас Будем Считать Так Как На самом Деле Хочет СП63 Чтобы Мы Считали И Будем Сравнивать Результаты С тем Что Мы Насчитали Косвенным Методом Для Этого Я Буду Использовать Мой Любим И ТАПС Можно Было Было И САП Но Вот Я Чего Захотел В ТАПС Сделать В нем Очень Просто Все Замоделить Никаких Танцев С Булуном Не Нужно И Не Требуется Особое Знание Итак Смотрим Модели ТАПС Давайте Сразу Посмотрим Какое У нас Задано Сечение Колонны Нажимаем Задать Задать Свойства Сечения Сечения Стержней Вот Это Окошечко Вылезло Вот 30 на 30 B30 И Что-то Тут Написано Нажмем Показать Изменить Сечение И Нажимаем Конструктор Сечений Вот Видим Какое У нас Сечение Значит Бетон И Арматура Давайте Кликнем Правой Кнопочкой Мыши В Армирование Все У нас Появляется На Другом Экране Перетаскиваем Смотрим Значит В Арматуру Тыкнули Смотрим Размер Стержня Написано User Подобранное При расчете Этой вот Колонны Сексентрочной длины Каким? Полтора Потому что Двухпролетное Я подобрал Армирование Тютелька В тютельку Так что Кексентрочной длины Ой Кексентрочной Использования Вот этой Колонны Был равен Единице Единице Да То есть Это Идеальное Армирование Идеальное Птичка сядет Все развалится Вот Армирование Подобранное Ручным Расчетом Косвенным Еще раз Мы посчитали Эти колонны Взяв момент И Нормальную силу Из расчета Линейного И подобрали С помощью Методики СП Да С коэффициентом Это С коэффициентом Расчета длины 1 И 5 То есть Полтора Для Однопролетной Рамы Вот Все Это Площадь армирования Материал у этого Армирования А500 А500 Потом еще Посмотрим Что это такое Как он работает Пока Просто запомним Значит Это раз И если Крикнем на бетон Увидим Что для бетона У нас 300 на 300 размеры То что как раз Наше сечение И материал B30 D Триллинер Негатив То есть Что здесь написано Это просто название Которое я придумал То есть B30 А все Что остальное А все что остальное А это Сейчас я покажу Что значит Значит так Увидели Что бетон И армирование Задано Давайте смотреть Что за материалы Такие у нас Нажимаем Задать Материалы И смотрим Армирование Сначала А500D Показать Изменить И нелинейные Свойства Смотрим И нажимаем Сразу График График Смотрим На график Ну график Вот он Собственно Диаграмма Брантля Ровно То Что нам Говорит СП То есть Двухлиния Диаграмма С идеальной Текучестью И Текучесть Начинается При Расчетных Значениях Подел Текучести Арматуры То есть При растяжении 435 При сжатии 400 Ну так В СП Написано Вот Вот так То есть D значит Дизайн То есть Расчетные Значения То есть А500 Расчетная Вот график Четко ПСП Четко ПСП Тот График Работ Арматуры Который Допускается Требуется Чтобы мы Использовали При расчете По нелинейной Деформационной Модели Так называем Окей А теперь Посмотрим На бетон На бетон Там поинтереснее Нажимаем 30 Показать Нелинейные Свойства Что мы Здесь видим А видим Вот такие Вот такой Вот график Нажмем на график Вот Видим Что у нас Преобладает Какая часть Сжатие Потому что Сжатие Гораздо Придел Нажатие Прочности Гораздо Больше Чем Растяжение Тоже Трехлинейная Диаграмма Полном Соответствии С СП И значение Расчета То есть Д это Опять же Значит Дизайн Триллин Значит Триллинер То есть Трехлинейная Диаграмма Вот так Вот С неиспадающей Ветви Это же И видим Что для Б30 Расчетное Сопротивление Сколько у нас Равно 17 Мегапаскалей По моему Да И вот Видим Что в районе 17 У нас Начинается Оризонтальная Линия Точно Как в СП Ну и Растянутый Участок Вот он Давайте Позумим Вот он Сделан таким То же самое Трехлинейная Но с неиспадающей Ветвой Более Гладкой Не как Для Сжатия Сразу Таким Неиспадающая Ветвь Одним Участком В ноль Идет А более Гладкая Но это чисто Для математики Сделано Чтобы у нас Быстрее расчет Сходился На результат Это никак не влияет Поверьте Вот Просто для математики В принципе Можно было так не делать Можно было вообще Сразу задать Что растяжения Никакого нет И это было бы Запас Да То есть просто Горизонтальная линия Все Никакого растяжения Не допускается Как только возникают Какие-то Хоть сколь угодно Значимые Напряжения Деформации Растяжения В бетоне То все Он трескается Никаких напряжений Там не возникает В общем Такие свойства Бетона И арматуры Заданы Расчетные Расчетные Нелинейные Вот Это задано Эти материалы Заданы элементом Сечения И что мы у нас Сделаем Приложены Нагрузки Нагрузки Приложены Такие Которые я показывал На слайде Значения И давайте посмотрим Что за расчеты У нас заданы Расчеты Смотрим Видите Тут три штучки Первый Просто линейный расчет Когда все Три нагрузки В сумме Вот видим Тут с коэффициентом Надежности У меня приложены То есть 1.2 1.4 1.4 Но значения Вот те Которые я показывал Я показывал Уже Расчетные Значения У меня в модели Приложены Нормативные Но С учетом умножения На коэффициент надежности Получается расчет То есть Ничего не менял Вот То есть Суммарная нагрузка Вертикальная 700 Произонтальная 8 Произонтальная 8.4 Вот И Значит это линейный расчет И также Нелинейный расчет И нелинейный расчет На задан Стадийный Почему Давайте посмотрим Значит Нажмем Посмотрим Вот эти три стадии Что у нас в этих стадиях Ну допустим Первая стадия Все очень Стадии очень просто Задаются в этапсе Просто элементарно В отличие от наших программ Вот Три стадии добавил И опираться на стадии Что здесь задано Add structure Добавить конструкцию Вот И загрузить объекты Вертикальная нагрузка ВД Вторая стадия У нас прикладывается Вертикальная нагрузка ВС То есть это кратковременная Сначала мы длительную Приложили Потом кратковременная Хотя на самом деле Можно было их одновременно Приложить Да Никакой разницы бы не было Для нашей задачи Вот И третьей Третьим стадии Мы прикладываем Уже поперечную И как раз таки Вот стадии заданы Для того Чтобы мы сначала Загрузили вертикальной нагрузкой А потом поперечной Да Собственно так у нас В конструкциях и происходит Да Когда они стоят Загружены вертикальной Гравитацией Да И прикладываем ветер Да Ветер дует Уже потом Построкоприложенной Гравитации Почему мы так сделали Почему это нам нужно Потому что Для конструкций С физической немедленностью Результат зависит Ну практически всегда Зависит От порядка Приложения Нагрузки То есть это важно Вот Иногда не зависит Для простых конструкций Но В нашем случае Зависит Но не сильно Можно добиться Приложить все одновременно С очень большим количеством шагов Такого же результата Как и Прикладывание По стадиям Но Лучше В конструкциях С физической немедленностью Все-таки Использовать стадии Ну когда вы точно знаете Что стадии Ни на что не повлияют Можно и без стадии Но в нашем случае Стадии влияют Вот То есть сначала Мы грузим вертикальной нагрузкой А потом поперечкой Вот Потому что у нас Есть физическая немедленность Ок И говорим дальше Что все это считать Что там еще Геометрическое Недленность Пи дельта В принципе мы Можем с физической немедленностью Почитать без учета Пи дельта Без учета Геометрической недленности Вот Ну про все Про это опять же Я говорил Где я говорил В лекциях Время недленности Первый и второй Там все подробно Разбирается Что такое Пи дельта Что такое Пи дельта С большими перемещениями Зачем нужно Вот Можете посмотреть И все вам станет понятно Мир заиграет Расчет Расчет В котором мы просто Продолжаем грузить Нашу нагрузку Нашу конструкцию Выше Дальше Мы приложили все Вот эти нагрузки Которые Были показаны На предыдущем слайде То есть исходные И продолжаем грузить дальше Всеми этими нагрузками Увеличивая их пропорционально Все одновременно Смотрим сколько нам Что посмотреть Сколько она сможет выдержать Да То есть предел ее найдем Вот Для чего это Согружение Зан Вот Мы говорим Что продолжить С конца нелинейного Расчета Вот этого Нелинейного Стадийного И Прикладывать Эти нагрузки Вот Постепенно И посмотреть Сколько же С какой доли От них приложится Вот Все Давайте теперь я покажу Что очень быстро считается Разблокируем Давайте модель Замочком И нажмем Play Вот В этапсе Все просто Ничего там Куда лезть не нужно Смотрим Что он будет делать Вот он запускает расчет Я тут что-то говорю Посмотрим Что происходит Ну Я вам секрет скажу Медленно Он считает Не супер быстро По той причине Что Расчет не может сойтись Видите 0.67 Нагрузку Он не может приложить Я-то знаю Что он всю нагрузку Не приложит Но мы сейчас это разберем Но тем не менее Расчет не занял Больше 10-15 секунд Да Вот И в конце расчета Он нам что выдал Говорит Что-то не так Какой-то ворнинг Есть Он сказал нам Что в нелинейном Стадийном расчете Он не смог Приложить Всего нагрузку Давайте разбираться Почему он не смог Это сделать Давайте разбираться И посмотрим Что произошло Ну Давайте смотреть Посмотрим Самое нагруженное сечение Там где максимальный момент Это какой Это самый низ Нашей колонны Да Выбираем ее И нажимаем Показать Редактор нелинейных шар В мирах И что мы видим Видим график Изменения Точнее График Поворота сечения От момента Да Вот видим Что он Он криволинейный То есть тот Что я вам показывал Помните Да Что по мере нагрузки У нас график Искривляется За счет Чего образования Трещин И нелинейности Бетона Да И жесткое сечение По мере роста нагрузки Уменьшается То есть уклон этого графика Изменяется Собственно Это мы и видим Вот Ну ладно Это мы в этом убедились Видим Что программа Это учитывает Собственно Почему бы Почему она не должна Была этого делать Мы же Сказали Это делать Вот Теперь посмотрим Нажимаем В фибрах В волокнах Ну в сечении У нас фибровый шарнир Задан Вот Ну что такое фибровый шарнир И что там Это все опять же В лекциях Времени нелинейности Если не смотрели Блин Посмотрите Вообще все Узнайте Времени нелинейности Вот Смотрим в фибрах То есть сечение Разбито на какие-то участки И в этих участках Ну то есть Мы разбиваем Допустим вот Бетон разбили на Сколько у меня 5 на 3 То есть 3 вдоль И по 5 по высоте То есть 15 участков Каждая Площадь каждого Родна 1,15 площади бетона И в каждом Участке Мы смотрим Сможем смотреть Напряжение Вот допустим В этом волокне В крайнем Смотрим Да Вот у нас Красный график Материала А синим До какого Напряжения доходит И смотрите Можем вот так вот Крутить Вот здесь двигает Позвонок И видите Как с ростом нагрузки Приложением нагрузки Ну с шагом Шаг меняется У нас Напряжение в бетоне Видимо Раз-раз-раз Вот они доходят В конце вот до этой точки То есть бетон Ну потому что смотрите До двухсотого шага Мы что делаем Мы прикладываем Вертикальную нагрузку То есть гравитацию И только потом После двухсотого шага Мы начинаем уже У нас Начинается уже Прикладывание Поперечной нагрузки Которая что делает Она сначала Выбирает Ну от изгиба Что у нас Сжатие в одной стороны Растяжение в другой Там где растяжение Оно складывается Получается С нашим Сжатием Выбирается Сжатие И потом Растяжение Пересиливает сжатие И начинается В бетоне растяжение То есть вот Раз И все Бетон пошел вниз Все трескается Это бетон Давайте арматуру найдем Будем кликать фибры Пока не увидим Другой график Раз Ну и все Это видит очевидно Что вот это Это арматура Потому что график изменился И эта арматура какая Сжатая вверху Вот она Видите Красная Подсвечена Ну видим Что она от текучести Вообще далеко За километр То есть она там Еле-еле Доползла до Одной трети Наверное От своей прочности На сжатие А если мы докликаем До Точнее До растянутой Арматуры Видим Что она Вообще То есть сначала Она сжимается А потом Едва-едва Растянута Начинается То есть вообще Едва начала работать Вот В общем Что мы увидели Мы увидели Что арматура У нас растянутая Не потекла Сжатый бетон Тоже не разрушился Это Вот два факта О чем говорят О том Что Сечение Не должно отказать Так почему же Оно отказало Почему мы не смогли Приложить всю нагрузку Да Мы увидели предупреждение Я вам сказал Что это значит Что нагрузка Не приложит Да Дело в том Что вот мы сейчас Видим результаты Да Вот в самом конце Последняя точка Это какой шаг Это последний шаг Нагрузки При котором Программа Смогла найти равновесие При дальнейшем Увеличении нагрузки Напряжение в бетоне Резко увеличивались Да За счет того Что Жесткость Конструкции Уменьшилась Настолько Что малейшее Увеличение нагрузки Приводило К взрывному Росту усилий И напряжения Сечения Да Потому что Нагрузка Была близка К критической Вот Поэтому Он дальше Просто не смог Приводить нагрузку По вот этим причинам Все Дальше Все разрушалось Еще птичка Села Да И все Разрушилось Потому что Мы были уже Близко Близко К концу Да Чем ближе Мы к концу Каждый маленький Шажочек Приводил К огромному К огромному Росту Напряжений И усилий В конструкции Потому что Мы были очень близко К этому краю К пределу К критической Нагрузки Окей Как это все Работает Мы разобрались Возвращаемся К вопросу О том Как все-таки Выяснить Что коэффициент Расчетной длины По СП-63 И СП-355 Дают безопасное решение Мы с вами Поняли Что для этого Нам нужно Смоделить ситуацию Когда остальные Колонны Более жесткие Факторов В пользу этого Миллион Но мы Смоделили Это только За счет Одного фактора То есть Больше Прочности Бетона По сравнению С расчетными Значениями Итак Первый случай Это тот Который мы Только что Рассматривали Двухпролетная Рама Бетон Одной Прочности И армирование Подобранное С коэффициентом Расчетной длины Полтора То есть 3,3 сантиметра Квадрата К такой раме Мы смогли Приложить 100% Вертикальной Нагрузки И только 67% Горизонтальной Нагрузки То есть Рама Не выдержала Ту нагрузку На которую Была рассчитана Косвенным Методом Через расчетную Длину И мы знаем Почему Потому что Полтора Предполагает Помощь от Других Колонн Но ее Нет Потому что У них Такая же Прочность Материала И такая Жагруженность Следовательно Они настолько Жесткие Жесткость Такая же Если бы Мы посчитали Эту раму С коэффициентом Расчетной Длины 2 То есть Не рассчитывая На помощь Других Колонн Мы бы Получили Площадь Одного Стержня 8 сантиметров Квадратных И посчитав Такую раму Прямым Методом С учетом Физической И геометрической Нелинейности Мы бы Убедились Что она Выдерживает Нагрузку Тут Ничего Удивительного Потому что Взяв Пятьсотручительных 2 Мы не Рассчитываем На помощь Колонн Друг другу И прямой Расчет Нам показал Это Вот видим Прямой Расчет Нам показал Что да Все Ок Не рассчитывали Мы на помощь Колонн Другу И поэтому Они всю Нагрузку Могут У нас Выдержать Вот видим Если мы Подобрались Пятьсотручительных 2 Площадь Арматуры 8 сантиметров За модель Прочность бетона Одинаковая Моделем Это В этапсе Получаем Что мы Смогли Положить 100% Вертикальной Нагрузки И 100% В горизонтальной Нагрузки Но Кроме этого Мы даже Смогли бы Еще На 10% Увеличить Нагрузку Прежде чем Она разрушилась Вот такие Вот пироги Ок А теперь Давайте глянем Насколько Ж должен быть Прочнее Бетон Во второй Колонне Чтобы она Оказалась Достаточно Жесткой Чтобы помочь Другой колонне И тем самым Арматуры Подобранной С коэффициентом Полтора Было бы достаточно То есть Еще раз Вот у нас Две колонны Одна С прочностью РБ А другая С прочностью ХРБ То есть Фактической Прочностью Какой-то Чего должен быть Равен Х Насколько должен быть Прочнее бетон Чтобы мы Смогли Чтобы Если обе колонны Будут иметь армирование 3,3 см Площадь одного Стержня Всего их 4 То есть Подобранная С коэффициентом Полтора Чтобы к такой Каким должно быть Х Чтобы к такой Равен Мы смогли Прожить 100% Нагрузки Чему должен быть Равен Х Мы получаем Что Х Должен быть Равен 2 То есть Бетон Бетон Должен быть В 2 Раза Прочнее По сравнению С расчетной Прочностью Кажется Что какое-то Очень большое Число Как будто И это Нереально Но надо Помнить Что факторов В пользу Большей жесткости Колон Гораздо Больше Нежели Чем просто Прочность Бетона Мы говорили Об этом Это лишь В нашей модели Мы решили Свести все К одному Фактору Прочностью Бетона И плюс Надо учитывать Что это Какая-то Нереальная Ситуация Когда у вас Всего Две Колон Такого Не бывает Их всегда Будет гораздо Больше Чем две А чем их Больше Тем менее Жесткими Они должны Быть Чтобы помочь Нашей Одной Колонне Которая Имеет Очень малую Вероятность Оказаться Менее Прочной Менее Жесткой Чем все Остальные Давайте Глянем На Двухпролетную Раму Теперь СП 355 Нам Говорит Что вообще Можно Для Двухпролетной Брать 1 2 Берем Арматуру Расчета Длины 1 2 То получим Площадь Одного Стержня 1 3 Сантиметра Квадратного Меньше Расчетная Длина Меньше Это Меньше Арматура Это Ожидаемо В модели Где все Колонны Имеют Расчетную Прочность Бетона Видим Везде РБ РБ Расчетная Ожидаемо Что получаем Получаем Недостаточную Несущую Способность Мы не можем Приложить Всю Нагрузку И причем Процент Приложенной Поперечной Нагрузки Он Меньше Чем При Расчете С Коэффициентом Длины Полтора Ну Опять же Это Логично Потому Что Арматуры Стало Меньше При Тех же Условиях Если Мы Подобрали С Коэффициентом Расчета Длины 2 То Как и в Прошлый Раз Получили Что Все Ок Ну И Даже 10% Сверху Еще Можно Было Догрузить То есть Полная Идентичность Однопролетной Рамы И Такую же Картину Мы Бо Получили И С Десятью Колоннами С Десятью Пролетными И Со Стапролетной Рамой Получили То же Самое Потому Что Еще Раз Двойка Нам Говорит О том Что Каждая Колонна Сама За Себя Остальные Ей Не Нужны Поэтому Сколько Бо Пролетов Не Было Результат Будет Один А Теперь Давайте Посмотрим Что Нужно Чтобы В Двух Пролетной Раме Можно Было Считать Колонны С Коэффициентом Расчета Длины 1 2 Насколько Должен Бычнее Бетон Соседних Колон Получаем Что В 2 И 3 Раза В таком Случае Их Жесткости Будет Достаточно Чтобы Раскрепить Одну Колонну Которая Оказалась Менее Прочной И Оправдывать Использование К Равно 1 2 А Теперь Посмотрим Чему Равен Х При К Равном Полутора Получаем 1 7 Ну Ожидаемо Меньше И Вот Я Все Так Рекомендую Брать К Рамы Несмотря На То Что СП 355 Допускает Использование 1 2 Потому Что СП 63 Этого Не Допускает Он Говорит Что Минимум Полтора А СП 63 Это Все Так Более Весомый Документ Если Придется Прикрываться Чем То В Экспертизе Или Еще Перед Какими Там Проверяющими То Лучше Ссылаться На СП 63 В В Значение К Равно Полтора Вызывает Больше Доверия И Оно Не Кажется Слишком Оптимистичным И Безусловно Обеспечивает Большую Надежность И Самое Главное Оно Четко Прописано В Основном СП Прозвит Бетону В СП 63 Ну Окей Для Двухпролетки Мы Получили Что Бетон Колон Должен Быть В 1 7 Раза Прочнее Чем Какой Одной Выбивающейся Колонны При условии Игнорирования Всех Остальных Факторов Увеличивающих Жесткость Колонн Да И при условии Что вообще Никаких Других Колонн Не Существует Очевидно Что В реальной Конструкции Это число X Он будет Ниже Причем Значительно Но точно Определить Мы не Сможем Никогда Потому Что В модели Все Эти факторы Влияющие На увеличение Жесткости На жесткость Колонн Мы Не сможем Сложно Сделать Давайте Глянем Каким Будет Число X Для Пяти Пролетной Рамы Нам Будет Равно Полтора А Для Десяти Оно Будет Равно 1.4 То есть Явная Нелинейная Зависимость Ну и Понятно На уменьшение Чем Больше Колонн Тем Меньше Требование К Чем Не Требование А Тем Менее Меньше Требование К Мы Прекрасно Понимаем Что Наши Конструкции Это Не Отдельные Плоские Рамы Колонны Практически Всегда Объединены Жестким Диском Покрытия Или Перекрытия И Нашей Одной Колонне Оказавшейся Паршивой Овцой Которой Оказалась Расчетная Прочность Все Остальные Колонны Всегда Будут Помогать В худшем Случае У вас Будет Сарай С четырьмя Колоннами Один Пролет В Одно Направление И Один Другом А В подавляющем Большинстве Случаев У вас Будет Больше Чем Десять Колонн Десять И Больше Мы Видели Что Когда У нас Десять И Больше Колонн То Для Обоснования Коэффициента Длины Полтора Требуется Чтобы Бетон Колонн Был В один Четыре Раза Прочнее Чем Какой-то Одно Единственное И Один Четыре Это Что Оно Уже Близко Коэффициент Надежности По Бетону По Материалу Бетона Соответственно Вероятность Того Что Так На самом Деле И Будет Что Все Колонны Будут На самом Деле С Прочностью Вот Примерно В один Четыре Раза Больше Чем Расчетная Но Она Почти Стопроцентная И Поэтому К равно Полтора Это Просто Верняк И Это Значение Мы Сначала Обосновали Теоретически А Затем Проверили На Практике Ну Что Делаем Финальное Резюме Мы С Вами Обосновали Коэффициент Расчетных Длин Указанные В СП 63 Сделали Мы Это На Примере Коэффициент Расчетных Длин Для Колон В Составе Рам За защемлением С одной Стороны И Шарниром С другой То есть Для Колон Почти Всех Одноэтажных Промышленных Зданий Но Для Всех Остальных Случаев Обоснование Ровно То же Самое А Поэтому Коэффициент Расчетных Длин Для Колон Многоэтажных Зданий Тоже Можно Брать Из СП 63 Ну Я Я имею ввиду Пункт Е СП 63 Я Надеюсь Что Теперь Когда Вы Знаете Почему Коэффициенты Расчетных Длин В СП 63 Имеют Именно Такие Значения Вы Больше Не Будете Опасаться Их Их Использовать А Если Вы Будете Это Делать Будете Их Использовать Это Позволит Существенно Оптимизировать Ваши Проекты Что Не Может Не Радовать Ну Что Друзья На Этому У Меня Все Если У Вас Есть Вопросы Интересные Мысли Или Вы Хотите Выразить Категорическое Несогласие Вы Всегда Можете Написать Мне На Почту Или В Телеграм Все Контакты Есть На Сайте Структуристик Можно По Адресу В Разделе Контакты Если Вам Понравилось Ставьте Лайк Подписывайтесь На Наш Канал Делитесь Видео С Подкаст И Конечно Заходите К нам На Сайт Посмотреть Что У Нас Есть За Курсы Их У Нас Теперь Аж Пять Штук Поэтому Разнообразие И выбор Огромный Глаза Разбегается Хочу Напомнить Вот Что Мои Курсы Они Вовсе Не Про Обучение Работе В Каких То Программах Они Гораздо Больше Этого Они Про Обучение Рациональному Проектированию Про Развитие Инженерных Навыков В целом Про Расширение Инженерного Кругозора А Программа Это Лишь Инструмент Который Мы Для Этого И И И Все Полученные Навыки После Прохождения Курсов Вы Сможете И И Продолжение Программах Заходите К нам На сайт И Там Все Можно Узнать Поподробнее Конечно Вы Всегда Можете Написать Мне Напрямую Я Стараюсь Отвечать Всем Ну Не Мгновенно Не Сразу Отвечаю Ну Что Друзья Теперь Точно Все Спасибо Что Дослушали Меня До Конца Очень Надеюсь Что Все Что Я Сегодня Рассказывал Вам Было Понятно Ну И Совсем Будет Круто Если Это Перевернет Ваше Представление О мире И о Расчете Желетонных Колон С Вами Был Андрей Галенкин Создатель Проекта Структуристик Пока Пока